МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сейчас познакомлю вас с последними новостями экономики, финансов и бизнеса. Шубы без чипов конфискуют. В Новосибирске Роспотребнадзор провел рейд и арестовал меховые изделия на общую сумму 2 миллиона рублей. Каждая продаваемая шуба с 12 августа 2016 года должна иметь паспорт в виде электронного чипа с записанной на нем информацией о производителе торговой марки в виде меха, размере и продавце. Запрещается продажа, транспортировка, хранение и оборот немаркированных меховых изделий. По решению суда на 5 тысяч рублей уже оштрафовали индивидуального предпринимателя и конфисковали всю продукцию. Именно такие меры, уверены эксперты, помогут навести порядок на меховом рынке. Благодаря чипированию покупатель будет уверен в качестве товара. Купить побольше, потратить поменьше. Россияне стали экономить на покупках. Так, по данным опросов, больше половины соотечественников за последние полгода ни разу не порадовали себя покупкой новой вещи. А сейчас мнение эксперта о том, какие сегменты рынка больше всего потеряли клиентов. Продукты не перестали покупать, но, как показывают коллеги из Нильцин сегодня, мы стали покупать их меньше. По разным категориям есть снижение спроса на разные продукты. Точно так же и в непродовольственной сфере. Понятно, что после такого броска конца 2014 года, когда из-за серьезной девальвации рубля ожидалось серьезное подорожание бытовой техники, очень многие потребители купили заранее. И понятно, что за прошедшие после этого два года телевизоры, холодильники, стиральные машины, они не требуют замены на другие товары. Поэтому, конечно, и в области бытовой техники товаров для дома есть тоже поделки. Какой Новый год без мандаринов, но только качественных? Крупные партии цитрусовых задержали сотрудники Россельхознадзора. Из Казахстана в наш регион пытались направить 6 тонн фруктов. Из-за отсутствия документов, подтверждающих безопасность, продукция была задержана на фитосанитарном контрольном посту Карасук. И весь товар вернули отправителю. Но беспокоиться новосибирцам не стоит мандаринов, всем хватит. На прилавках магазинов есть фрукты из Китая, Марокко, Аргентины, ЮАР. Пока цена за килограмм варьируется от 50 до 120 рублей. Редко, но метко. Россияне стали меньше брать кредитов, но суммы займов увеличились. Средний размер розничного кредита в Новосибирской области вырос на 6,5% и составил 148 тысяч рублей. По информации аналитиков, люди стали брать больше денег на покупку машин. Автокредит вырос за год почти на 75 тысяч рублей. На потребительские нужды берут практически такие же суммы, как и в прошлом году. На покупку квартир жители регионов России занимают в среднем 2 миллиона рублей. Банки, в свою очередь, перестали давать кредиты людям с низкой или нестабильной зарплатой и плохой кредитной историей. Но охотно дают деньги тем, чья кредитная история не вызывает вопросов. Россия и Япония создадут совместный инвестфонд с вложением в 1 миллиард долларов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Подписание соглашения состоится в ближайшие дни. По его словам, фонд создается для финансирования совместных российско-японских проектов. Цитата. Миллиард долларов вложения нашими странами позволит привлечь до 10 миллиардов долларов в экономику России. Конец цитаты. Так, по плану, Россия и Япония в первые 6 месяцев намерены реализовать более 20 совместных проектов. Это все бизнес-новости на сегодня. В студии для вас работала Ксения Петренко. Оставайтесь на канале УТС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин